Книги, открытым оком, 24 том, вопрос 3574, тема Святая Библия. Почему же Церковь не называет святыми переводчиков Библии на русский язык? Разве их труд менее значим, чем перевод Кирилла и Мефодия? И кто знает, может быть после смерти переводчики Синодальной Библии тоже на небе и там радуются со Христом? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В самом истинно евангельском понимании слова канонизация есть вызов Богу и страшному суду, когда смертные человечешки решают, кто будет в раю. По плодам видно, что переводчики Библии на русский язык были людьми высокой духовной жизни и трудились для вечности. Ни у одного святого, не считая апостолов и святителей, потрудившихся в истолковании Библии, нет столько благодарных последователей, как и у переводчиков Библии. Но дело еще и в том, что уже несколько из них призваны и церковью святыми. Один из них наш алтайский Макарий Глухарев. А где храмы в честь его, где имена при крещении в честь именно его? Прошло 150 лет и теперь канонизируют его. А что, разве до этого он был в темном шуоле и ждал решения дедушек в клобучках? В кавычке открывается. Архимандрит Макарий, 1792 года по 1847. Знаменит среди церковных деятелей 19-го столетия. Прежде всего, как выдающийся миссионер, основатель и первый руководитель алтайской миссии. 1830 по 1843 годах. А также переводчик священного писания. Протрей Г. Флоровский отозвался о нем как об одном из самых замечательных людей эпохи. А о деятельности алтайской миссии как об одном из самых героических и святых эпизодов в нашей истории. Выпускник второго курса Санкт-Петербургской духовной академии. 1714 по 1817 год. Он был учеником и святителя Филарета Дроздова, и протерея Павского. Годы его обучения в Санкт-Петербурге были годами энергичного становления российского библейского общества и первым опытом русского перевода Библии. Однако обращение Архимандрита Макария к теме перевода священного писания на русский язык произошло много позже не только его петербургского периода, но и закрытия российского библейского общества. Побудительными причинами его переводческой деятельности стали практические задачи молодой миссии. После опыта первых переводов священного писания на одной из местных наречий отец Макарий обращается к русскому переводу, русскому языку, рассматривая его языком христианской миссии среди инородцев. При этом саму миссию русской церкви Архимандрита Макарий понимал предельно широко, как миссию к язычникам, иудеям, мусульманам и, наконец, к самим православным русским, христианскую образованность которых он находил ниже всякого допустимого уровня. К мыслям о необходимости перевода Архимандрит Макарий пришел в 30-е годы. В письме от 23 марта 1834 года он поделился ими с митрополитом Филаретом Дроздовым. По форме написания письмо представляет собой почти официальный программный документ «Богословский идеологический трактат об основании необходимости русского перевода Ветхого Завета». Архимандрит Макарий настаивал на переводе, поскольку славянский язык непонятен по «простому народу» в кавычках. В кавычках перевод русско-библейского общества не завершен, так как не охватывает Ветхий Завет. В кавычках закрыты. В кавычках открыты. Европейские народы давно имеют священное писание на своих языках. Кавычки закрыты. Русский перевод необходим всем многочисленным народам, живущим на территории Российской империи. Кавычки открыты. Даже Магометания имеет Коран на российском наречии. Кавычки закрыты. Его возражения противникам перевода не лишены изобретательности и убедительности. Он предлагает издание с официального журнала при Санкт-Петербургской Духовной Академии, где был, где бы предварительно опубликовались варианты переводческих трудов. Когда в конце 50-х годов работа по переводу будет официально возобновлена, предварительные журнальные публикации станут ее органической составляющей. Ответа не последовало. Уверенность в неотложной необходимости перевода, которая не рассеяла упорное и красноречивое молчание иерарха, заставила отца Макария обратиться к официальным церковным и светским властям. В переписке в полной мере проявился характер Архимадыда Макария, который в значительной степени объясняет феномен проявления его перевода в период забвения и замалчивания почина 20-х годов. Весь жизненный путь отца Макария предстает единым, неутомимым духовным поиском и борением. Он неустанно искал свое христианское призвание и предназначение. В этом поиске он шел поистине узким путем. На всех его этапах, отличившимся полной самоотдачей и изобранному делу, бескомпромиссностью и самоотверженностью, чуждостью и неприятием какой бы то ни было конъюнктуры. И предпринятый им в одиночку перевод священного писания на русский язык, ставший важнейшим делом его жизни, предстает закономерным итогом его христианской позиции. Остается только преклониться перед мужеством этого человека, бросившего открытый вызов официальной негативной позиции, последовательно и до конца отстаивавшего свои убеждения. Видимо, устав ждать, что столь нужный для дела миссия перевод когда-либо будет санкционированным церковными властьями, архимандрит Маккалий в 1837 году приступает к нему самостоятельно. Перевод книги Иова, свой первый переводческий опыт он отсылает в комиссию духовных училищ для его издания. В следующем, в 1838 году, отправляет свой перевод книге Исаии. Их судьба была предрешена самой ситуацией. Оба перевода были сданы в архив Священного Синода. И только после этого публичного заявления о переводе пришел ответ от митрополита Филарета на послание трехлетней давности. Бессведу с вами начать надобно, кажется, с мыслей ваших о полном переводе Библии на русское наречие. Вы употребили немало труда на изложение сих мыслей, но посев ваш пришел не на готовую землю и не во время сеяния. Сомнения о полезности перевода, доселе сделанного и прикословия о достоинстве его или не прекратились, или возникли вновь, так что продолжение сего дела более угрожало бы умножением сомнений и прикословий, нежели обнадеживало бы умножением плода духовного. В кавычке закрыты. Вежливая и осторожная попытка дать понять отцу Архимадриту всю несвоевременность его начинания. Действительно, предпринятый отцом Макарием перевод, его открытые заявления о начале работы над ним прозвучали резким диссонансом официальному настрою. Поездка в столицу в конце 1839 годах познакомил отца Макарием с литографиями перевода ветхозаветных книг с еврейского текста Протерея Павского. Их он начинает активно использовать при работе над собственным переводом. Отредактированный по литографиям Павского перевод книг Иова и Исаии он посылает уже не в комиссию духовных училищ, но непосредственно в Священный Синод, сопровождая его и тому адресату пространным проектом о русском переводе Библии. В нем нет принципиально новых аргументов, но тональность существенно иная. Голос отца Макария возвышается до грозного гласа ветхозаветного пророка, ревнующего о деле Божьем, служения которому нет и не может быть никаких компромиссов. Он завещает, что сделанные в недавние годы переводы Священного Писания на русский язык, подразумевается перевода под эгитой Российского Библейского общества, «Величайшее благословение Господней России, оставление этого богоугодного начинания величайший грех и нечестие, за которую Россию постигли нынешние многочисленные бедствия, как то Петербургское наводнение в 1824 году без временной кончины императора Александра I, бунт декабристов, голод, пожары». «Мягким, в кавычках, ответом Священного Синода на сей эти омрачающие церковные спокойствия слова бессмысла, недопустимое нарушение субординации, писал он непосредственно на имя Государя Николая Павловича, стал наложением епитимии, которую отец Макарии отбывал по существующей тогда практике, в доме своего правящего архиерея. Впрочем, и это наказание он использовал для переводческой работы, найдя в библиотеке томского епископа Афанасия Соколова, своего бывшего ученика, необходимые книги и пособия. Нужно отметить, что архимандрит Макарий никогда не был одинок к своей работе. Вызывая в официальных инстанциях только гнев и раздражение, он нашел широкую поддержку в самых разных кругах общества. Своим авторитетом, священником и личной увлеченностью ему удалось привлечь к труду по переводу многих лиц и своего обширного окружения. Близкие и просто знакомые люди, сочувствующие отцу Макарии, переписывали варианты переводов. Одна из его духовных дочерей на пятом десятке лет стала изучать французский, немецкий, английский язык, чтобы помощь в переводе была более действенной. В деле перевода он пользовался даже содействием ссыльных декабристов М.А. фон Визина, П.С. Бобрищева-Пушкина, Н.П. Свистунова. Они переводили для отца Макария современные библейские комментарии. Были у него помощники и среди духовенства. Священник Н.Лавров, Пантерей Е. Остромысленский. По сути, он организовал целый переводческий коллектив и под его началом работал в штат сотрудников. Перевод переводил Архимандрит Макарий только в Ветхий Завет, рассматривал свою работу продолжением и завершением перевода библейского общества. При этом он принципиально избирает еврейский и масорецкий текст как основа перевода. В этом Архимандрит Макарий полностью солидарен со своим коллегой по переводу и учителем Партереем Павским. Предпочтение еврейскому тексту он обосновывал во всех своих посланиях, начиная с письма к святому Филарету, к святителю Филарету. Аргументация его позиций достаточно многопланова. Прежде всего, еврейский язык для Ветхого Завета – это язык оригинала. В этом выборе проявляется ожидание и чаяние получить в русском переводе ясный и понятный текст библейского откровения. Библию, которая сама себя изъясняет в кавычках. Здесь ожидание обретения тайны и откровения не только сокрытое от веков и родов в кавычках, но и затемненной непонятным языком и непрямым переводом славянской библии. Кавычки открыты. Библии Ветхого Завета на российском наречии в переводе с еврейского читать ее бедным евреям, и когда они с удовольствием будут видеть, что Библия наша совершенно сообразна с их Библией, тогда вы, миссионеры, открывайте им, каким образом Иегова ведет их рукой Моисея и пророков к Иисусу. Кавычки закрыты. Перевод Архимадейда Макария демонстрирует генетическую связь с осуществленным до него переводом российского библейского общества и Патрия Павского. На зависимость своего перевода от перевода Павского вполне определенно указывал сам отец Макарий. Кавычки открыты. Я за учителем моим по еврейской Библии следовал как ученик, а не как невольник, и не все мнения его принял за самые верные, но в некоторых местах удержался на других основаниях. Кавычки закрыты. Видимое сходство обнаруживает перевод Архимадрида Макарии с переводом восьмикнижения российского библейского общества. Несмотря на то, что его тираж был уничтожен в большом своем объеме и не имел публичного распространения, в узком кругу он определенно был известен. Со значительной степенью уверенности можно предположить, что экземпляром данного издания располагал и Архимадрид Макарий. Можно отметить незначительные стилистические отличия в подборе отдельных слов. Перевод Архимадрида Макария также не содержит характерных для восьмикнижения российского библейского общества вариантов текста 70. В большей степени ориентирован на еврейское произношение имен собственных. Перевод Архимадрида Макария нельзя признать завершенным. Его письма и свидетельства его сотрудников показывают, что перевод по состоянию редактировался. Его мечтой было окончить свою переводческую эпопею в Святой Земле, где он намеревался обосноваться в пещере Блаженного Иеронима. 420 год. Прошение Священный Синод о разрешении на поездку, подданное в конце 1842 года, было удовлетворено только в 1947 году. Буквально накануне, когда все уже было готово к отъезду, он за ним мог. 5. Говоря о значении перевода Архимадрида Макария, необходимо прежде всего отметить, что даже в незавершенном виде это практически полный перевод Ветхого Завета, исключая псалтырь, как изданную российским библейским обществом. В этом отношении он объемлит и перевод российского библейского общества, и перевод Павского, и шире их обоих вместе взятых. Таким образом, перевод отца Макария предстает логическим завершением переводческой работы его предшественников. Он довел до конца дело российского библейского общества и претереги Павского, так что можно констатировать, что в России уже в первой половине XIX века был осуществлен полный перевод Библии на русский язык. История милостиво отнеслась к памяти отца Макария. Заслуги его миссионерских трудов увенчались ореолом святости, но юбилейном Орехерейском соборе в августе 2000 года архимандрит Макарий Глухарев прославлен как общечтимый святой, достойный христианского пастыря, пути достойное признание. Не кануло в неизвестность и переводческое наследие преподобного. Перевод Ветхого Завета архимандрита Макария был издан в православном обозрении за 1860-1867 год. Российское библейское общество в 2000 году переиздало его перевод пяти книжек Тихомиров Б.А. Кавычки закрыты. Книга Сирахова, 40 глава, 12 стих. Память о нем не погибнет, и имя его будет жить в роды и родов. Святой Макарий, Деяние 16.9. Приди и помоги нам. Тихотворение. У льва просила мышь смиренного позволения. Поблизости его в дупле за весь селение. И так примолвила, хотя здесь в лесах, ты могучий славен, хоть в силе льву никто не равен, и рев один его на всех наводит страх. Но будущее кто указывать возьмется? Как узнать, кому в ком нужда доведется? И как я не мала кажусь, а может быть подчас тебе и пригожусь? Ты, скрикнул лев, ты жалкое создание. За эти дерзкие слова ты стоишь смерти в наказание. Прочь, прочь, отсель, пока жива, или ты в его не будет праху. Тут мышка бедная, не вспомнися от страху, со всех пустилась ног, простыл ее и след. Льву даром не прошла, однако ж гордость эта. Отравясь, искать добычу на обед, попался он в тенета. Без пользы силы в нем напрасен рев и стон. Как он не рвался, не метался, но все добычу охотника остался. И в клетке на показ народу увез. Про мышку бедную тут поздно вспомнил он. Чтобы помочь, она ему сумела, что сеть бы от ее зубов не уцелела, и что его своя кичливость съела. Читатель истину любя, примолвив к басне я, и то не от себя. Не по пусту в народе говорится, не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Крылов, 1833 год. Продолжение следует...